Всем привет! Это Флайн Серго и сегодня мы поговорим о Грузии. Помимо природных красот и людей, в Грузии есть еще две достопримечательности. Это грузинское вино и грузинская кухня. Грузинское вино это отдельная интересная долгая история, о которой мы еще обязательно поговорим. Сегодня мне же хочется поговорить о кухне. Наверное, одно из самых известных и распространенных грузинских блюд это хинкали. Придя в любой кафе или ресторан, вы хотя бы на одном из столиков увидите вот эти здоровые тазики либо носы полные хинкали. Однако на домашних застольях, когда стол ломится от всевозможных блюд, хинкали практически в 100% из 100% вы не увидите. Предлагаю приготовить хинкали и понять, почему грузины не готовят хинкали дома. И пока вы подписывайтесь на канал и ставите лайки, мы начинаем. Поехали! Отправим пожалуй бутылочку вина на заслуженный отдых в холодильник и достанем оттуда все нужные нам ингредиенты. Мясо, кинза, лук, чеснок. Также нам понадобится сванская соль, перец, мука, ну и конечно вода. Начинаем. Мясо, которое уже перекручено в фарш, это свинина и говядина. Будут у нас хинкали классические. Масса 600 грамм. Соответственно муки нужно будет тоже 600 грамм. Начнем этот непростой процесс с приготовления теста. На подготовленную поверхность просеиваем 600 грамм муки. Просеиваем муку, чтобы она напитала кислородом. У нас образовалась мучная гора. Делаем небольшое отверстие в центре и наливаем туда воды. Воды у нас должна быть половина массы теста, то есть 300 миллилитров. Теперь мы потихоньку выливаем и смешиваем от краев к центру. Как вы понимаете, вымесить тесто один из самых трудоемких процессов, потому что тесто достаточно жесткое. Периодически разрезаем тесто пополам, потому что внутри может быть более сырое. И выворачиваем и месим заново. После 15-20 минут усердного замеса тесто готово. Оно крутое, но эластичное. Теперь его нужно положить в пакет, дать его немножко настояться, чтобы выделилась клейковина. Самое время заняться фаршем. Фарш, миска, лучок, чесночок, приправки, ну и конечно кинза. Ложечкой смешаем фаршем немножко, отложим в сторонку и примемся за лучок с чесночком. Их лучше натереть на терке. Этим мы и займемся. И пару зубчиков чесночка чистим, отрезаем все ненужное и достаем терочку. Чеснок можно на терке поменьше, а можно чуть-чуть покрупнее, чтобы были кусочки видны. Ух, какой приятный аромат! Ух, вот такая вот штука получилась. Сейчас все соберем в кучку. Весь лучок, чесночок. Ну и переместим его естественно в нашу смесь. Какой сок, шикарный сок. Так, помоем кинзу. Зак приятный, значит будет хороший аромат. Такой добротный пучочек. Сделаем чуть-чуть побольше даже, чтобы зелени побольше у нас. Нарежем зелень. Корешки эти самые оторвем. Что их есть? Правильно. Ммм, запах приятный. Отлично. Меленько нарежем. И это все теперь тоже в общий котел. Так. Ну что же, пришло время специй. Перчик черный. Всякие соли, перцы по вкусу. Потому что все любят по-разному. Я люблю по-острее. Корешки красненькие. И сланской соли. Привезем на сланете. Специально. Не сильно много, чтобы не получилось слишком соленое. Все, можно мешать. Все это достаточно густо и нужно разбавлять водичкой. Водичка нужна не только для того, чтобы придать однородную массу. Но и для того, чтобы создать вот ту самую жидкость, которую мы выпиваем, когда едим хинкали. Добавим немножко кипяченый, прохладный. Также многие советуют, что можно разбавить немножко минералкой. Сейчас посмотрим, как впитается. Фар хорошо впитывает. Видите, уже даже не видно воды. Поэтому сейчас будем добавлять еще. Ну вот, давайте минералочки. Немножко газированные. И добавим. Посмотрим, как впитается. Но фарш впитывает хорошо, поэтому уже получше. И мешается получше. Выглядит получше. Жалко, что камера не передает запахи. Пахнет обалденно. Примерно той консистенции, которая нам нужна, мы добились. Видите, он такой немножко жидковатый. Ложка, ну, почти падает. Может быть, даже еще чуть-чуть нужно водички. Но, в принципе, выглядит достаточно неплохо. Да, запах потрясающий. Да, начинка готова. Пора переходить обратно к тесту. Отставим начинку немного в сторонку. Приведем стол в порядок. Уберем все лишнее. Обработаем стол. Высушим. Присыпем стол немного мукой. Раскатываем из него колбаску. Давайте разделим тесто на две части. Для большего удобства. Раскатываем. Чтобы примерно одинаковые кусочки были. Что же, раскатываем. Раскатываем. Раскатываем примерно толщиной 2 мм. Краем желательно потоньше. Теперь эти 10 кусочков теста готовы стать хинкали. Начинка настоялась. Имеет потрясающий аромат. Для заворачивания хинкали нам понадобится маленькая пиала. Пиала найдена. Значит, можно приступать. Один кусочек теста. Кладем в пиалу. Одну ложечку начинки. Такую добротную. И заворачиваем. Заворачиваем. Первый хинкали готов. Ну что же, вот она последняя хинкали на сегодня. Мясо еще осталось. Нужно будет продолжить завтра. И давайте сразу начнем с нее. Обрежем. Отрежем всем попки. Да. Вот они. Маленькие красавцы. Пора ставить воду. Готово. Пора доставать. Такие разношерстные ребята получились у нас сегодня. Кого-то уже присыпал сверху перчиком. Надо пробовать. Давайте начнем с малого. Прошло всего лишь несколько минут, и от хинкали остались только хвостики. Процесс приготовления сложной, муторной и без специального оборудования. Тестомес, раскатыватель. Произвести данную продукцию сложновато. Именно поэтому хинкали не готовят дома, а с удовольствием идут в кафе и рестораны и заказывают себе те самые тазики. Спасибо, что были на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.